Друзья, мы счастливы вас приветствовать из недр главного магазина сети компании «Сплав», который расположен в Москве по адресу улица Кечерская, дом 16. Со мной специалист компании «Сплав Кирилл», которую вы уже хорошо знаете, любите и цените. И сегодня мы обсудим очередную новинку тактической серии, и это… Эль Тора Тактикал. Эль Тора Тактикал. Значит, нас проклянут, понимаешь? Вы можете уже что угодно, короче, тактичить. Давай, что у нас, что за концепция заложена, что это вообще такое? Концепция следующая. Утепленный soft shell. Но. Штука в чем? После того, как таким тоном было произведено «но», все, что было до этого сказано, теряет смысл. Все это «но», «но». Но. В отличие от многих утепленных soft shell, которые делаются путем, точнее, ламинации одной ткани на другую, здесь ткань едина. То есть это специально обученное плетение. Внешняя часть гладкая, а вот внутренняя часть имеет вафельную, а по-умному гридовую структуру. То есть это… Она мало того, что гридовая, она еще с начесом. Да, это флис с прореженной квадратами. Для чего это нужно? То есть верхний гладкий слой обеспечивает ветрозащиту, а внутренний слой обеспечивает теплоизоляцию. При этом гридовая структура позволяет коже, там, телу лучше дышать под этой курткой. И комфорт. И комфорт. Соответственно, плюс еще данная ткань имеет эластичность во всех четырех направлениях. Усиление. Чтобы их разделить, две эти куртки, и не путать их, мы добавили слово. И не придумывать новое название. Да. Они похожи, но, опять же, куртка в тактическом варианте имеет усиление… Тактический цвет. Тактический цвет, усиление на рукавах, усиление на плечах, велкор-панель для размещения патчей, либо идентификационных нашивок, и немножко другую конструкцию рукава. Теперь ты, как пользователь, можешь рассказать, чем она хороша, либо плоха. Друзья, буквально, как только она вышла, сразу я ее получил тоже на тест. В черном цвете у меня такая куртка. Не знаю, видели вы уже в постах, я выкладывал или нет, но не суть. В общем, у меня в черном цвете, я не знал, что я и в зеленом. Я бы, наверное, взял бы в зеленом. На тот момент, к сожалению, просто… Не было еще, хорошо. Но, 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 возможно, что даже и хорошо, что она была черная. Почему? Потому что данная куртка, на мой взгляд, оптимальна именно, примитивна к городскому, то есть, к тактическому, то есть, к городскому использованию. И использование на каждый день в холодное время, ну, не в холодное время года, а, скажем так, на стыке теплой осени и холодной осени. Вот еще, когда вот такое соу-соу, непонятная погода, вот эта куртка будет просто оптимальна, идеальна. Почему? Потому что она, благодаря тому, что это все-таки soft shell, и то есть, он хорошо защищает от ветра, она может носиться как внешний слой. То есть, она вот, несмотря на то, что она такая вся низкопрофильная, зализанная, без лишних элементов, да, как кажется, ну, что она больше напоминает внутренний слой. Она, тем не менее, может носиться как внешний слой, безо всякого опасения. Я на полигоне, когда мы занимались людьми, я эту куртку очень часто использовал именно в качестве внешнего слоя. Отлично она себя показывает, очень хорошая и очень хорошая теплоизоляция, очень хорошая ветрозащита. Далее, что мне не нравится, простота, очень простая куртка, никаких лишних элементов, никаких пад на велкро, нету на рукавах, никаких лишних карманов, все только функционально. Там, ключи телефон кинул и все. Далее, воротник достаточной высоты, концепция заложенная в начес, в гридовый начес, в гридовый начес, полностью себя оправдывает и действительно отличная теплоизоляция предоставляется. Фактически, данная куртка, она является чем-то средним между внешним и внутренним слоем, да, и в связи с этим я обязательно хочу обратить ваше внимание на то, что вот здесь у компании сплав непревзойденная, да, куртка, это L3 Tactical, это куртка исключительно, вообще она позиционируется как исключительно внутреннее утепление, L3, да, и вот эта куртка, это внутреннее утепление у нас, да. Есть у нас утепленный софт-шелл, диабаз, это чисто внешний слой, а вот эта куртка Эльтора, она живет как бы на остыке двух вот этих изделий, и, соответственно, она может быть использована как внешний слой, когда еще тепло, и, соответственно, на нее может одеваться тот же самый утепленный софт-шелл или хард-шелл, ну, мембранной куртки, она в таком случае станет внутренним утепляющим слоем. Но важно понимать, что если вот эта куртка L3 Tactical изначально рассчитана на комбинирование с другими слоями, то есть она и потому сделана вот такая вот ветропродуваемая, именно для того, чтобы вы, дышащие, да, любимое ваше слово, да, оно дурацкое, но всем понятно, дышащая куртка вот эта, для чего она сделана дышащая? Чтобы вы, когда одеваете ее под, например, пятый слой, военный, неутепленный, вы, соответственно, когда в ней будете двигаться, то она будет максимально хорошо отдавать испарение от тела. Куртка Эльтора Tactical не будет так же хорошо дышать, поэтому ее использовать как внутренний слой можно только на низкоактивные действия, либо когда очень холодно, либо на низкоактивные действия, потому что если вы будете ее использовать на высокий актив, то вы будете очень сильно потеть. И проблема не в том, что вы будете там мокрой или сушить ее, придется, а в том, что излишнее выделение влаги, это не очень хорошо для состояния организма, то есть потеря влаги, это есть проблема, ее придется восполнять, и поэтому вот эта избыточная ее потеря не приветствуется. И, соответственно, вот эта куртка, она все-таки ориентирована именно на спокойное повседневное ношение, но, тем не менее, тир, стрельбище, полигон, активный отдых, она показывает себя великолепно, поэтому рекомендую. Держи, давай. Спасибо. Я думаю, что с точки зрения практики ты рассказал практически все аспекты данного изделия. Ну, она реально хороша, то есть она прям, и еще, что я вначале сказал, но не акцентировал на этом внимание, она благодаря своему такому, как сказать, анатомичному крою и не мешковатой, то есть вот если у нас L3, она такая мешковатая куртка, Но она, по сути, должна. Да, да, то вот эта куртка, она более строгая и более такая в облипку по фигуре, ну, понятно, да, чем я говорю. Красивая. Красивая, да, и вы сами себе нравитесь даже. Я понимаю, что это грех большой, но сами нравитесь себе даже, когда смотрите в ней и думаете, какой молодец съемок. Поэтому, друзья, рекомендую именно для городского ношения. Про смысл в чем? Наверняка кто-то ее уже приобрел, наверняка кто-то уже пошел не в лес, сверху одел какой-нибудь там тарон или базальт, взмок, как собака, и теперь скажут, что сделали какую-то непонятную. Просто надо вникнуть в концепцию применения. Ну, каждая вещь своя ниша. Своя ниша, да, своя ниша. То есть нужно вам L3, слой третий, вот он, пожалуйста, тактика, отличная куртка. Нужно вам что-то такое вот по городу ходить, вот, пожалуйста, идеальная куртка для холодного времени года. Причем как внешний, так и внутренний слой. Наверное, все. Экипируйтесь грамотно, друзья. Да пребудет с вами сила. Пока. Продолжение следует...